здравствуйте виноградары сегодня решил разобрать еще один свой контейнер в котором я укоренял черенки идею у меня эту подбросила екатерина балановская укоренить в старых опилках есть у меня первая часть видео которая называется укорение черенков в заборе заборе потому что я использовал опилки со старого забора именно так и попросила сделать екатерина балановская в том видео я разобрал контейнер с черенками которые были обработаны корневином и во втором контейнере у меня были черенки которые пошли уже в рост почки я их тоже установил в опилки все прекрасно получилось там довольно высокий результат по укоренению произошел часть черенков из того опыта я уже высадил в грунт и сейчас покажу значит высадил грунт получается 6 числа это те которые были обработаны корневином и вот корешки продолжают прекрасно расти это уже в грунте еще один тоже после корневина вот видно где корешки беленькие и вот еще один это уже сажи из вот такой зеленый побежек пока все нормально пока не вижу никаких плохих таких признаков корневая он довольно приличная пока все растет но в том видео я показал что мне еще был один контейнер в котором черенки не были обработаны корневином и так 22 декабря 18 года эти шесть черенков я верхние почки попарафинировал сделал нижние срезы и побороздовал но ничем не обрабатывал вот здесь уже появились нескольких местах корешки и вместе с вами сейчас посмотрю возможно некоторые черенки еще не укоренились но такой необходимости я уже не вижу ждать долго потому что вот на некоторых уже очень хорошие корни надеюсь что на всех зачатки корешков уже имеется а если их нет то скорее всего что они уже не появятся на самом деле сегодня уже 10 января то есть 8 18 19 дней пришло итак смотрим высыпаю как обычно аккуратненько опилки сверху опилки свежие были а внизу вот как раз практически гнилые ну что выскочили все мои черенки да вот кстати смотрите почка не удалена была и вот пошел такой даже побег почки надо удалять удалю сейчас значит первый есть корни есть каллус 2 есть корешки есть все есть все отлично пока что у нас здесь есть зачатки вот беленькие корешки самое начало еще один все понятно все видно есть корешки это значит раз два три четыре вот который тоже есть корешки и последний кстати опять смотрите почка не удалена она идет и возможно вот немножко потянуло на себя хотя вот здесь вот в этом месте имеется тоже зачатки корешков и так о результатах из 6 черенков на всех появились зачатки корешков довольно хороший результат то есть опилки как субстрат неплохо приводит к укоренению мне кстати они по моему даже нравится больше чем вермикулит не знаю почему но вот в опилках получается немножко получше значит второй еще результат который я получил стоит удалять нижнюю почку потому что вот на тех черенках на которых почка была не удалена немножко похуже было укоренение вот смотрите еще повторю два прекрасных здесь тоже есть и здесь есть четыре здесь есть пять и здесь еще скорее всего что я обломал какие-то корешки конечно вот смотрите то есть на самом деле корешков было побольше и на каких-то я вот смотрите обломал то есть они переросли это тот случай когда и говорят что надо так довольно много еще было корешков вот это все обломалось вот такое укоренение в опилках довольно хорошее мне понравилось понравилось скажу честно единственное что конечно переросли немножко вот некоторые черенки вот такие корни они уже обломались их нужно немножко раньше доставать из субстрата и пересаживать сразу в грудь надеюсь Екатерина Волновская я ответил на ваш вопрос в полной мере это уже так сказать второй ответ и вообще это видео можно рассматривать как комплексе с предыдущим видео о котором я уже говорил так и как отдельное обычно видео просто укоренение практически без подготовки вот даже не удалял нижние почки тем не менее 6 из 6 произошло укоренение по сроку где-то 18 суток по поливу ну вот низ немножко сыроватый опилок поливал буквально наверное по чуть-чуть грамм по 10 наверное каждый день это вот такой был полив загнивания абсолютно нет нигде все отлично несмотря на то что опилки старые и аэрация то есть воздухопроницаемость у них низкая тем не менее все произошло отлично поэтому укореняйте в опилках я думаю это очень хороший способ укоренения подписывайтесь на мой канал не забывайте комментируйте лайкайте дизлайкайте до скорой встречи пока да еще я довольно много подготовил интересных опытов так что следите заходите на мой канал если оповещение о новом видео вам не приходит до скорой встречи пока то я вам покажу у нас и сюда а и Продолжение следует...